В основном новогодний дизайн. Год дракона, елочки, катающиеся с горки снеговики, такая дизайнерская елка, ну и, конечно, машина главного волшебника. Любые желающие кондитеры, повара, мы рады всем. Количество участников ежегодно растет. Могут принять участие все желающие, но придется пройти предварительный отбор. Все-таки конкурс уже достаточно серьезный, достаточно известный, и мы бы хотели, чтобы представительство было максимально высокое. Новогодние холсты из резиденции Деда Мороза. Это такие пряники. Рядом у нас развешаны также съедобные леденцы. Дед Мороз, олени с эльфом тоже изготовлены из мастики. Можно попробовать некие сладости. Ну а в середине специально изготовленный пирог. Старо-древнерусский такой пирог-курник. Он многослойный, то есть там 9 слоев у нас, начинки разные. У нас сливочная курица, рис и брокколи жареные. Да, прослаивается каждый слой блинами. Мы с супругой очень любили сбить они пряники. И приезжали, помню, на социальную ярмарку, там продавали очень вкусные пряники. Потом этот производитель куда-то оделся. В общем, очень хотелось нормальных пряников из Битни. Открыли книгу 1932 года. Собрали печь русскую, которая работает, функционирует и в которой выпекаются вот эти вот пряники. Уникальная рецептура, которую мы разрабатывали годами. Слисташка, пожалуйста. Так, зеленый – это слисташка, логично, так. Это малиновый. Сейчас жюри пробуют десерты всех 60 участников. Пироги, торты, сладости и из всего этого многообразия выберут только самых лучших. Победители будут иметь возможность обучаться в гастроинкубаторе, а также им подарят набор посуды и годовой запас хорошего масла.